Спасибо большое. Я думаю, что все устали. Мне хотелось бы очень коротко. Я представляю лёгкую промышленность сектора КЖНО-Булной. И вот слушая всех, я присоединяюсь к своим коллегам, что в принципе для реального сектора экономики ни для кого ВТО, условия вернее ВТО, не благо. Но просто по нашему сектору, кроме снижения возных пошлин в два раза по готовой продукции, умудрились ещё и снизить в два с половиной раза пошлины на вывоз кожевого сырья. При том, что в мировом запасе переработки наше сырьё составляет 2%, но для наших производителей это основной источник производства. И вот здесь говорилось о расследовании. Я думаю, что спасибо с подсказку Мясному союзу. Мы, наверное, тоже подадим на расследование. Но я тоже хочу поддержать коллег, что необходимо всё-таки депутатам как-то более жёстко отсрочить ратификацию. Хотя бы для того, чтобы всё-таки, пользуясь соответствующими какими-то лазейками, в которых что-то не прописано, что-то мутно прописано в протоколе, всё-таки принять те меры, которые мы все предлагали. Ещё в конце года перед подписанием Минпромторг, надо ему отдать должное, он запрашивал у нас все наши предложения, расчёты и так далее. Ну, когда уже все говорили о неминуемом подписании. Все эти меры мы направили в соответствующий Минэкономразвитие, Минпромторг. Ну, что грустно? Что господин Жевалов уже отчитывается о том, что всё хорошо. Но мы не увидели ни одного документа, ни постановления правительства, ни какого-то проекта хотя бы закона, а той же налоговой какой-то политики, то, что мы предлагаем, поддержку производителей. То есть нет никакого реального движения по, в общем-то, материализации, что ли, тех мер поддержки, которые необходимы отрасли. И вот читая рекомендации, что, извините меня, организаторы, но вот вы в первом пункте пишите, провести широкую общественную дискуссию. Слушайте, ну сколько же мы можем дискутировать? Мы только за последние вот три месяца были на разных площадках, три или четыре раза в Минэкономразвитии на разных уровнях. В Минпромторге, в ТПП, РСПП, вот не дадут мне коллеги, как говорится, соврать. Мы это не только дискутировали, не принимали активное участие в процессе переговоров и в постоянной РСПП на площадке экспертного совета все высказывали, давали предложения. Но, к сожалению, нас никто не слышит, не хочет слышать. Поэтому мы просили бы прекратить уже эти дискуссии и приступать к делу. Необходимо депутатам все-таки применить все свое право, как фракции «Справедливая Россия». Мы обратились письмами в «Единую Россию», в ЛДПР и в Компартию. И считаем, что вам нужно серьезно создать какой-то, ну я не знаю, совет там из десяти человек, что ли, экспертный. И понять, наконец, попросить у правительства, запросить у него правительства, какие же меры поддержки по каждому сектору подготовлены. И что сделано? Что сделано правительством? Ратификация на носу. После ратификации, я думаю, там уже будет поздно, как говорится, снявший голову, по волосам не плачут. Уже после ратификации никто не будет ничего делать. Это опыт всех предыдущих лет показывали. Спасибо за внимание.